Помню, как он впервые пришел к нам в храм. Такой забавный мужичок-лесовичок, небольшого роста, полный. Робко подошел ко мне и попросил поговорить с ним. Сказал, что тяжело болен, и жить ему осталось недолго. Если сделать операцию, врачи говорят, проживу еще 6 месяцев, а если не сделать, то полгода. Не весело пошутил он. За свои 66 лет я как-то никогда не задумывался ни о жизни, ни о смерти. А вот сейчас хочешь не хочешь, а нужно готовиться. Помоги мне, батюшка. Он стал чаще бывать на службах, читал Евангелие, регулярно причащался, но одного я никак не мог от него добиться. Очень уж мне хотелось, чтобы он по-настоящему покаялся. Не так, как часто говорят люди, приходя на исповедь. Грешен. Спросишь, в чем? Ответ, во всем. И молчок, зубы на крючок. И как ты его не раскачивай, ну не видит человек в себе греха. Хоть ты его палкой бей. Мы каждый день молимся молитвами святых, а ведь они себя самыми грешными считали. Читаешь. Я хуже всех людей, и думаешь, что неужели хуже моих соседей? Не понимаем мы, что чем выше поднимается в духовном плане человек, тем больше ему открывается его несовершенство, греховность его натуры. Это как взять листок бумаги и поднести его к источнику яркого света. С виду листок весь белый, а на свету каких только вкраплений не различишь. Вот и человек. Чем ближе становится он ко Христу, тем больше видит в себе дряни. Но никак я не мог внушить эту мысль Ивану. Нет у него грехов, и все тут. Вроде и искренний человек старается молиться, а ничего в себе увидеть не может. Долго мы с ним боролись. Может, и дальше бы продолжали. Да срок поджимал. Начались у Ивана боли, стал он в храм приходить все реже. По-человечески мне его было жаль. Но ничего не поделаешь. Бог его больше моего пожалел, дал такую язву плоть. Неужели было бы лучше, если бы он умер внезапно, например, во сне? Вернулся бы из пивной или из гаража, прилег бы взремнуть и больше бы не проснулся. Господь не спослал ему болезнь во спасение. И мы обязаны были успеть. Однажды раздался звонок. Батюшка, Иван разум потерял. Можно ли его причастить? Всякий раз после причастия ему становится легче. Поехали в его деревеньку. Дом их стоит на отшибе, метров в ста от остальных. Захожу, вижу, Иван сидит. Сидит на кровати. Он уже не мог вставать. Доволен жизнью, улыбается. Увидел меня. Обрадовался. А потом задумался и спрашивает. А как ты попал сюда? Ведь тебя же здесь не было. Оказывается, метастазы, поразив головной мозг, вернули его сознание ко времени тридцатилетней давности. Иван сидел у себя на кровати, а вокруг него шумел своей жизнью большой сибирский город, в котором он когда-то жил. Он видел себя сидящим на зеленом газоне. Кругом проносились и сигналили машины. Мимо основали люди. Все были заняты своими делами, и никто не обращал внимания на Ивана. И вдруг он увидел напротив себя на этом же газоне священника, которому он подойдет только через десятилетия. Неужели и ты был тогда в моей жизни? Я решил немного подыграть ему и ответил. Да, я всегда был рядом. А сейчас давай будем собороваться, и я тебя причащу. Он охотно согласился. За эти полгода Иван полюбил молиться. Через два дня, утром воскресенья, перед самой литургией, я увидел его входящим в храм. Он был в полном разуме, шел ко мне и улыбался. Батюшка, я все понял. Я понял, чего ты от меня добиваешься. Наконец мне довелось услышать настоящую исповедь. Ту самую, которой так долго ждал я. Я его разрешил. Он отстоял службу, причастился и только после этого уехал. Перед отъездом сказал, приди ко мне, когда я буду умирать. Я обещал. Через день мне позвонила его дочь. Вы просили сообщить, когда отец начнет умирать. Он периодически теряет сознание. Я пошел к нему в комнату. Иван лежал на спине и тихо стонал. Его голова раскалывалась от боли. Я присел рядом и тихонько позвал. Иван, ты слышишь меня? Это я. Я пришел к тебе, как и обещал. Если ты меня слышишь, открой глаза. Он открыл глаза, уже помутневший от боли, посмотрел на меня и улыбнулся. Не знаю, видел ли он меня или нет. Может, по голосу узнал. Улыбнувшись в ответ, я сказал ему. «Иван, сейчас ты причастишься в последний раз. Сможешь?» Он закрыл глаза в знак согласия. Я его причастил и умирающий погрузился в забытье. Уже потом его вдова сказала мне по телефону, что Иван перед кончиной пришел в себя. «У меня ничего не болит», – сказал он. Улыбнулся и заснул. Отпевал я его на дому в той комнате, где он и умер. Почему-то на отпевании никого не было. Видимо, время было неподходящее. Я взглянул на Ивана и остановился в изумлении. Вместо добродушного, простоватого мужичка-лесовичка в гробу лежал древний римлянин. И не просто римлянин, а римский патриций. Лицо изменилось и превратилось в лик. Словно на привычных узнаваемых чертах лица проступило новое, внутреннее состояние его души. Мы с тобой успели, Иван. О, великая тайна смерти, одновременно и пугающая, и завораживающая. Она все расставляет по своим местам. То, что еще вчера казалось нам таким важным и нужным, оказывается не имеющим никакой цены. А то, на что прежде и внимания не обращали, становится во главу угла всего нашего бытия, и прошлого, и будущего. Не нужно плакать об умерших. Дело сделано, жизнь прожита. Нужно жалеть живых, пока есть время. А оно обманчиво, течет незаметно и заканчивается внезапно. Там времени нет. Там вечность. Родственники Ивана почти не заходят в храм. Никто не заказывает в его память панихиды и поминальные службы. Но я поминаю его и без них. Потому что мы с ним за те полгода стали настоящими друзьями. А друзьями не разбрасываются. Источник. Протаерей Григорий Дьяченко. Плачущий ангел.